посторонись посмотрим что тут у нас есть 2 яичко наверху есть наверху 33 кстати вот самое темненькое яичко 5 яичек что что вы тут еще симптом в кастрюльке водичку надо налить водичку выпили остался ледик в кастрюльке морозик у нас тут на улице сегодня морозик вот вода замерзла сейчас обязательно им тепленькой водички принесу ну и пойду кормить своих цыпок ну и куда и куда давай 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 тихо 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 вот этот печка обратите внимание вот этот у него гребешок пораненый обижает его причем вот этот красный вот этот красный петушок обижает нашего печку братика своего обижает уже успел оприходовать курочку молодчина молодчина так и куда вы мне повыбегали а ну быстренько вырвал клуб и сейчас сожрет так а ну давай быстренько 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 домой давай давай домой сказала домой дверцу чтоб они не раскакивали да уже драки у нас участились в этом курятнике петушков уже заметно много вот он это бедненький прямо видно как он в крови вот этот вот петька гребешочек у него пораненый обижает его петька красненький да и вот этот петька обижает светленький который у меня петечка он на данный момент лидер в этом курятнике пытается показать свое лидерство пытается возглавить птичье царство в этом курятнике а вот этот красный петька он номер два у меня то есть он не боится самого тут старшего петьку вот и тоже тут и курочек топчет и воюет с другими петушками вот те двое посмотрите но никак они не могут наладить отношения друг с другом причем один хохлатый сейчас я подойду поближе чтобы было виднее вот и вот это вот это тоже кстати хохлатый хохлатый ну я думаю что это курица это что не курица это петух неужели это петух неужели это петух да высокий высокий петух и вот никак он не может поделить вот с этим петушком ну никак не может да что кстати тоже гребень посмотрите тоже гребень пораненный да дерутся петушки ого смотрите только увидела вот у него аж поранили да вот кровь на гребешке да бедная петька ну что делать буду вас потихонечку убирать раз вы уже не можете наладить контакт друг с другом придется потихонечку вас убирать не буду ждать пока вы будете друг друга вот так калечить да петьки чего вы с другом деретесь а чего ну идите жрать иди кушать иди кушать сидит в сторонке даже не подойдет и это тоже кстати бедный ему больно остальные кушают я вам уже говорила что я потихонечку буду убирать петухов своих в один день я конечно не могу их всех убрать так выбирая себе день и по два три петушка в день я убираю вот с этого курятника на этой неделе вот я убрала двух петухов двух моих цыпляток со второго инкубирования один белый петух вы видели его он у меня тут бегал по курятнику вот его уже нету все убрала белый хохлатый белый петушок на который я все время думала что это курица а это оказывается петух и когда я уже увидела что это петух вот я решилась уже его убрать я конечно убираю тех петухов которые уже необходимо убрать в первую очередь которые не могут уже в этом курятнике находиться которых обижают потому что вот посмотрите вот это тоже петушок но его пока не трогают или он еще не достиг своего возраста в совершеннолетии скажем так не достиг своего старшего возраста вот вот этот петушок он скорее всего еще не вырос еще не понимает что надо топтать курочек еще ему ничего не хочется видать или он такой пассивный короче петухи его не трогают ни с кем не дерется вот это тоже петушок вот он хохлатый рыжий он тоже спокойный вроде бы ни с кем не дерется поэтому его тоже петухи вроде бы так не трогают поэтому я их пока оставлю и потом у меня есть еще петух вот там вот он белый он вообще мне не нравится я его конечно тоже убирать буду но чуть позже потому что он ни с кем не дерется не страдает из-за этого поэтому пусть пока поживет а вот этих петушков которые драчуны у меня конечно буду убирать уже в ближайшее время вот убрала двух петухов как я уже сказала одного белого хохлатого и одного крупненького петушка кстати он тоже был где этот петушок где этот петушок который большой он как вот этот петух был вот большой вот но темненький он не красный был больше такой между черными и красными такие разные оттенки были у него цветовые вот я его зарубила оба петуха два килограмма завесили по два килограмма и считаю что это хороший вес кстати вес тушки семимесячного петушка два килограмма жирное мяско желтенькие такие тушки были мне понравилось я довольна вот говорила что спокойные да ну вот он бегает оказывается этот петух и тебя гоняет да ну значит ты у меня следующий будешь что делать все равно я должна от них избавляться потому что я всегда смотрю кого убрать первое в любом случае убирать надо петухов потому что они уже не могут друг с другом вообще тут я смотрю находиться а этот петушок ты шел туда залез конечно залез он спрятался петушок этот которого обижают он спрятался в курятник молодец молодец ты хорошо поешь но тебя будем тоже убирать да ты номер один у меня а вот этот который с хохолком с хохолком который поврежденный да этот или там там дальше вот вы у меня следующий на очереди ну вот значит в один день двоих сразу буду ловить и убирать курочки мои молотки несут яйца вот вчера взяла три яйца сегодня взяла два яйца сейчас смотрю ничего пока нету морозик и они сегодня меньше принесли кстати вот это вот сейчас я покажу вот серенькая вот она курочка моя серенькая так она и заглядывает в этот ящик вот она это курочка несушка уже несет яйца в этот ящичек специальный которые поставили для них для курочек чтобы они несли там яйца то есть она несет яйцо в положенное место умничка причем на втором этаже вот здесь на втором и не лениться вот она первая осмелилась залезть на второй этаж и снести там яичко почему я об этом говорю потому что я видела как она это сделала и частенько она залазит туда и проверяет 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 обстановку в этом ящичке вот вот такая вот малышка малышечка которая несет мне яйца уже да кстати яйца я взвешивала пятьдесят четыре грамма весит яйцо пятьдесят четыре грамма немножко такой продолговатой формы яйцо не кругленькое и такого кремово цвета была такая непослушная выпрыгивала с куретника когда не было наверху сетки тут же сейчас сетка вот наверху и она все время выпрыгивала с куретника причем к соседям убегала сейчас порядочно сейчас порядочно никуда не вылетает зато на втором этаже несет яйца вот интересно вот эти беленькие курочки вы не несетесь или нет вот я не видела конечно ну будем ждать ну это серенькая вы знаете я уже не один раз вам показывала вот она тоже кстати серенькая серенькая но они совсем конечно не похожи вот это вот с правой стороны она на полтора метра старше это курочка с первого инкубирования моего а с левой стороны со второго инкубирования вот они обе уже несут яйца вот это вот неизвестно чернушка чернушечка лентяйка кабачка скорее всего заплыла жиром и не хочет нести яйца хотя дерутся хотя может быть я и ошибаюсь может и несет просто я не видела да петухов конечно на мне море галашечка одна там другая вот они мне тоже несут яйца это я видела самые первые начали нести вот галашечки и вот эта серенькая диана я ее потеряла вот вот залез петух посмотрите наверх и что не загоняет а вот 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 паразит вот паразит я думаю чего он залез наверх петька я думаю чего он туда залез наверх думаю посмотрите а вон курицу там увидела вот тоже изобретательный такой петька 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 это ж надо залезть на насест и там потоптать курочку а хи 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 это кстати желтая курочка вот эта желтенькая курочка я ее покупала цыпленком я не знаю что это за порода но несет она яйца или нет я не видела ну какая-то она ленивая вот ленивая что ты там сидела в домике что-то не вышла не покушала совсем а вот я за ней наблюдаю какая-то она пассивная вот пассивная прямо что не нравится почему все на улице а ты в домике и петух тебя и там нашел нравишься ты ему а ты его избегаешь не ну петух меня удивил представляете думаю что он хочет в том домике зашел кукарек увидел петуха думаю наверное хочет его согнать хочет его поругать нифига он там увидел курочку он хотел эту курочку кстати а что у него глазик как закрытый был а ты просто вниз смотрела что ли он хотел эту курочку курочку хотел а и доели в этой кормушке да здесь еще вот осталось и там осталось корм еще и есть корм еще и есть корм еще и есть что то вы мало кушаете кушайте больше кушайте больше корм же еще есть и петька давай куш пока здесь петухов нету на этой стороне иди кушай да вот этот петька которого гоняют вот он чаще сидит в домике избегает вот этих драк обижает значит завтра секир башка делаем ну что смотреть на эти мучения нет не будем тем более смысл смысл мне кормить уже таких больших петухов они рубила я и до сих пор ждала когда подрастут потому что вот этот вот же тоже петушочек да вот он еще маленький хочу его рубить ему надо дать подрасти еще и вот это да где-то курочку то курица это курица или петух не пойму вроде тоже дралась но мне показалось это курочка все таки нет это курочка должна быть петушок это тот другой ну посмотрим нет это вроде курочка вот я их не рубила до сих пор потому что хотела чтобы они подросли конечно и уже не достигли своего нужного веса достигли своего возраста когда уже можно их убирать вот этого вот красного петуха я хотела убрать но передумала потому что смотрю что он проявляет себя здесь уже не пассивно как бы ведет активную роль здесь в курятнике активную жизнь и не боится не боится другого петуха вот этого лидера поэтому я его думаю оставлю вот и первоначально я думал оставлю одного петуха но один петушок не справится на это количество курочек которые у меня есть потому что у меня больше 10 10 кур больше не сети поэтому оставлю двух петушков остальных без разговоров буду убирать убирать естественно вот этих драчливых кстати вот эти петухи которые у меня здесь со второго инкубирования они очень хорошие самцы почему они дерутся между собой и каждый хочет топтать курочку смотришь тут высматриваешь они очень хорошие самцы вот я зарубила двух петухов у обоих были такие крупные яички вот я рубила адлеров и рубила этих петухов и вот вы знаете адлеры старше у меня месяца на два чем вот эти петушки со второго инкубирования у адлеров в два раза меньше яички от петушку я делаю выводы что очень хорошие самцы большие у них такие яички да когда яички маленькие то петух он никакой он не сможет оплодотворять яйца он не сможет топтать курочку не сможет играть важную роль в жизни курицы всего курятник то есть а петух должен справляться один петух на 10 курочек он должен справляться если он лентяй то ничего не сможет конечно делать вот посмотрите вот эта курочка вот она курочка хохлатая курочка хоть одна а то из всех хохлатых у меня в основном все петухи вот тоже петух видите с хохолком и петух красивый но с хохолком но петух что не курить их не папашка был петух с хохолком и курочки у меня были и с хохолком и без хохолка вот это их не детятки все красивые все красивые и здоровые кстати если кого-то интересует как я инкубировала яйца в коробке заходите ко мне на канал и смотрите плейлист мой домашний инкубатор там все рассказываю показываю как я инкубировала яйца сама в коробке вот он результат вот он результат мои курочки живы-здоровы сами никто на тот свет не отправился только я им помогаю это с помощью топора это когда пришел ихний час ну что делать мы для того птицу эту и выращиваем чтобы иметь хорошее вкусное мясо кстати очень вкусное мясо очень домашние что говорить что говорить вы сами знаете кто держит птицу дома знает какое вкусное мясо домашние мы и ну хватит уже никак он не может успокоиться сколько один раз второй третий кстати эту серенькую курочку мы первые петухи с первое инкубирование вот только ее любили хотел 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 эту желтенькую и видите второй петух не дал а она испугалась и убежала в курятник видать мучают ее петухи вот этот красный видать хочет эту желтую курочку а тот не дает поросенок иди другую курочку топчи обязательно ту желтенькую что ли ну вот эту серенькую говорю что любили только ее петушки с первого инкубирования я их убрала уже остались только две курочки вот они кстати черненькая сереньк с моего первого инкубирования остальные все со второго тут бегут инкубирование что красоточки нравится им это место тут вообще курочки нравится везде где-то на высоте находиться красавец еще раз тебя покажу потому что не знаю завтра будешь ли ты у меня завтра тут бегать или уже не будешь красавчик и думаю что зависит где-то 2 200 наверно может даже два с половиной килограмма тушка потому что он такой большой большой петушок но вот эта порода петухов которые у меня без хохолка она крупнее по габариту чем вот эти которые с хохолком они во первых и ниже ниже роста ниже роста за счет этого они меньшие по весу а эти выше ростом и больше по габариту кушкайте кушкайте что еще что-то остается у вас значит не голодненькие ну они еще покушают еще не заходит домик еще рано ждем свои порции да потерпите сейчас и до вас в очередь дойдет сейчас и вас покормлю до сейчас и вас покормлю мои хорошие да да что то что ты хочешь мне сказать так интересно они же разговаривать не могут а клювик открывает и что то что так говорит на своем да лапку одну задрал греет вторую минусовая температура греет лапки по очереди так одну поднял потом другую поднимает таким образом греет свои лапочки что вы там еще находите что вы там еще кушаете сейчас и вам принесу ну что адлеры мы раз прекрасные что пшеницу выбрали смотри кукурузу оставили хотя нет и пшеничка тоже есть ну чё то вы столько не поели вы чё чё вы не покушали лень лень покушать хотя когда морозы птичка должна больше даже кушать чтобы согреваться от этого вышел это тыль не главарь без хвоста вернее с хвостом но он у него какой-то видите не торчит вверх приплюснутый приплюснутый вот этот петька тоже у меня на очереди выбирала между двумя вот этот и вот этот петь когда кого убрать потому что хочу двоих оставить только адлер ну пришла к выводу уже что вот этого буду убирать вот он потому что он лентяй курочек мне не топчет вот вот это топчет хоть и побаивается хоть его петушок самый главный обижает не дает топтать курочек но он умудряется их топтать вот то есть он отвоевывает свою добычу он отвоевывает поэтому я даю ему право на жизнь а этого придется убрать его обижает оба петуха причем и не видела я чтобы он топтал курочек лентяй вот может быть и хочет но с опаской не дают ему другие петухи поэтому буду его убирать и здесь останется у меня два петушка на 10 курочек адлеровских потому что адлерские курочки у меня 10 штучек 2 петушка будет достаточно и тем более у меня еще останутся 4 курочки старушки вот 14 курочек на 2 петушка это самый раз черненькая курочка старенькая и рядом курочка капец какая страшненькая или у нее линька или я не могу понять что с ней что она такая несчастная бодранная вот это тоже это тоже такая же красавица а это черненькая что такое ощущение что петухи тебя что не любят что такая вся красивая спинка целая не разодранная что-то боишься меня иди кушай иди и и пора и и Продолжение следует...